Здравствуйте, уважаемые телезрители! На этой неделе Русская Православная Церковь будет торжествовать Успение Божьей Матери. Что это за праздник? Как жизнь перекликается со смертью? Радость, грусть. Об этом, обо всем мы поговорим сегодня с нашим гостем, протеереем Дионисием Кузнецовым. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Вот парадоксальная вещь, казалось бы, Успение Божьей Матери. Когда уходят наши близкие, родные, знакомые, то первое и основное такое чувство фундаментальное — это грусть, скорбь, такое мирское, скажем. И Божья Матерь, конечно, для всех, для нас, для православных христиан, является и эталоном, и образцом, и матерью, можно сказать, христиан. Поэтому почему мы празднуем этот день как праздник? Вот встает вопрос такой, почему не грусть, не скорбь, а именно праздник радости? На самом деле грусть, конечно, есть. Это не только мирское какое-то чувство. Это и для христиан, для верующих, для любого чувствующего человека это обычно и естественно. И именно поэтому в самом сюжете праздника Успения говорится о том, что ученики Христа, апостолы, они собрались на погребение Божьей Матери. И для них это был тоже грустный момент, конечно же. Об этом и говорит церковное предание нам. Но в то же время мы и празднуем это. Празднуем, потому что земная жизнь для нас путь. Путь — вопрос, конечно же, куда? Царство Небесное. Царство Небесное, которому призвана не только Божья Матерь, но и каждый верующий в Бога человек, вообще каждый человек призван, да, просто верующий туда стремится. А неверующие не видят в этом нужды, потому что в это не верят. Вот. И поэтому раз это цель, цель для нас верующих — это прекрасно, замечательно и желанно. И поэтому для нас это праздник. Человек дошел. Вот был путь жизненный, да, он был наполнен не только горестями, но и радостями. Но это трудный путь. И очень часто в жизни даже очень хороших людей возникают такие вопросы, на которые нельзя получить ответы здесь и сейчас. Но очень этого жаждет душа. Когда ты видишь несправедливость, когда ты видишь болезнь, смерть, ту же самую смерть, которая тебе кажется преждевременной, хотя какая смерть не преждевременна, да. Для нас хотелось бы узнать ответы на вопрос, почему это происходит, почему это произошло. И Христос, Бог, обещал своим ученикам, что в день, когда они встретят Бога в Царстве Небесном, Он сказал, в тот день вы не спросите меня ни о чем. Это одно из замечательных пожеланий, обетований, да, Христа своим ученикам. И действительно мы ищем ответы на вопросы. Этого ответы простые, естественные и очень сложные, метафизические, научные или религиозные вопросы. И человек постоянно от своего рождения до смерти задается вопросом, осознанным или неосознанным, по-разному бывает. И поэтому для нас достичь Царства Небесной, это в том числе не только радости достигнуть, но и получить ответы на вопросы, да, чтобы вот у нас было некое знание жизни, не просто понимание каких-то закономерностей, но знание жизни. И поэтому праздник успения праведника, это как раз праздник именно потому, что он, наконец, встречается с тем, кого жаждал душа его больше всего, с Богом. И, наконец, он достиг конечной цели, и он узнает ответы на все вопросы, и радость его будет совершенна. В первую очередь это радость для самого человека. Да, мы за него радуемся. Нам, конечно, грустно, мы еще не дошли. Поэтому мы грустимы, и грусть даже для верующих именно поэтому естественно. Само слово «успение». Успение само, конечно же, означает сон, успение сна. Православные христиане веруют, что смерть, она является подобно сну, потому что Христос... Да, подобно сну. Но, с другой стороны, учение о смерти само в православной церкви, оно не доказано в той последовательности, как мы можем сказать о жизни, да, вот опыт христианской жизни, вот как человек совершает те или иные поступки, какие из этих поступков могут быть последствия. Это мы можем проверить на опыте. А как проверить смерть? Что следует за ней на опыте? Опытным путем это проверить невозможно. То есть, возможно, но свой опыт живущим, не умершим еще, не передашь. В этом плане, вот как раз праздник «успение», мне кажется, является таким уникальным опытом, который Божья Матя все-таки передала верующим. Здесь вопрос в том, что Христос воскресил, не только принял душу, но и тело воскресил. Да, как известно из предания церковного праздника «успение», один из апостолов промыслительно не успел на погребение. И по тогдашней традиции погребали не как у нас в России принято закапывать землю, а в пещерах, так как самого Христа погребали, так и Божьей Матери. Поэтому всегда есть возможность там, где подобного типа захоронений, открыть камень, закрывающий вход в погребальную пещеру и проститься с телом усопшего, прикоснуться еще в последний раз. И вот один из апостолов, не успевший на погребение, спустя несколько дней приходит и желает прикоснуться к телу Девы Марии. И когда открывает, видит, что пещера пуста. И ученики понимают. Понимают, и вот это понимание того, что Дева была воскрешена Сыном Своим Божественным и телом тоже, оно передается в предании. Но как это было, мы не знаем. Мы не получаем этого опыта. Не потому, что Бог от нас нечто скрывает, а потому, что Он сказал, не видел того глаз, не слышал того уха, что приготовил Господь Бог любящим его. То есть есть вещи, которые невозможно объяснить. У нас это и в жизни бывает, когда маленькому ребенку не объяснишь, что такое опыт взрослой жизни. Да, или человеку, не пережившему боль. Например, как женщина может объяснить мужчине, что это как трудно рожать дитя. Как? Да, это просто... Формулами это не высказывает. Или даже, не то чтобы женщина мужчине, но даже, допустим, мать своей дочери, еще не рожавшей. Как это объяснишь? Это же не объяснишь, пока не прочувствуешь. И вот здесь то же самое Бог говорит. Не видел того глаз, не слышал того уха, что приготовил Господь Бог любящим его. Да, вот интересное сравнение. Мне кажется, возможно провести параллель между опытом, скажем, тех же родов и опытом смерти. У всех этот опыт разный, индивидуальный. То есть одна женщина рожает легко, ну как-то... Ну, сравнительно. Ну да, там бывают даже стремительные роды за 15 минут, которые протекают. Другие женщины по 8-10-12 часов мучаются. И также вот, наверное, вы как православный священник, который окормляет и больных, и страждущих людей. Мы с вами знаем, как бывает тяжело человеку, вот опыт смерти, да? Смерть бывает разной, да, действительно. И переживание ее бывает разным. И бывает, что человек торопит смерть. Это всегда, если он от жизни устал. Устал, неважно верующий он или неверующий. Он устал чаще всего от боли, от болезни, да? Иногда от несправедливости, да? И он торопит смерть. И зовет врача и говорит, не надо поддерживать жизнь в моем одрехлевшем теле, мне больно жить, да? Я вам благодарен, но, пожалуйста, дайте мне уйти. Здесь я не говорю об автаназии, а именно о терапии, которую поддерживает, да? И точно так же человек, бывает, торопит, зовет священника, да? Придите, батюшка. Вот несколько раз, не часто, но мне приходилось разговаривать с людьми, которые говорили. Ну, есть же в церкви такое чинопоследование, отходное, да? То есть в просторечии называют. То есть молитвы, в которых человек просит о том, чтобы Господь принял его душу, чтобы прекратились его страдания душевные, телесные, да? То есть мы не решаем сами, счеты с жизнью не сводим, это не самоубийство. Но мы просим Бога, да? Что мы готовы с нашей точки зрения. Может быть, конечно, мы ошибаемся, но мы просим Бога об этом. Вот. С другой стороны, таких людей, конечно, очень немного. Опять же, среди верующих и неверующих таких людей очень немного. Большинство людей, и не только среди неверующих, но и даже среди верующих, смерть отодвигает как можно дальше. Боятся. Боятся смерти. И в случае с христианами, это в святоотеческой традиции, в предании нашем, говорит всегда о несовершенстве человека. То есть если православный христианин боится смерти и всеми способами цепляется за жизнь, значит, он еще далек от совершенства, от нравственно-духовного. Хотя, конечно, это не стопроцентное утверждение, здесь нельзя никаких гарантий давать. Вот. Но чаще всего это именно об этом свидетельствует. И я видел не раз в больницах, опять же, когда православные христиане забывают о вере в Бога. Да, даже. То есть они остаются верующими, но забывают как бы об этом в момент страха смерти. Именно поэтому для церкви важно празднование успения праведников. Ведь успение Божьей Матери — это не единственный праздник в честь смерти праведного человека. Вообще большинство святых, абсолютное большинство, все святые, их память в календаре — это день их смерти. Мы не празднуем день их рождения. За редким исключением. За редким исключением Деву Марии и Яна Крестителя. А все остальные праведники — это либо день их смерти, либо, например, обретение их мощей. Да? Но не день рождения. Вот. Даже тогда, когда он известен точно, да, в случае, допустим, с подвижниками ближнего к нам времени. Вот. Мы знаем, но не празднуем. Вот. А вот день смерти празднуем всегда. Для нас это именно потому, что праведник дошел до конца пути. И вот через это празднование, празднование того, что человек дошел до конца пути, православных христианам, еще не достигшим совершенства, не достигшим праведности, святости, мы и напоминаем о том, что смерти не нужно бояться. Она придет свой очеред. Кто-то проживет больше, кто-то меньше. Нужно просто быть готовым встретить ее спокойно. Здесь важен итог, да, здесь важен и в том же празднике Успения Божьей Матери, который мы будем праздновать на этой неделе, важно, смотрите, сам образ этого Успения, да, то есть Божья Матерь была уведомлена Господом заранее, что этот час настанет. Да. И мы знаем из жития многих святых, что Господь им открывал часть смерти. И вот это тоже удивительно, да, для современного человека, который отодвигает этот час, который боится его, как человек может спокойно воспринять такую информацию, что там через неделю Господь его заберет. Меня удивил недавно ответ одного подростка, ну, подросток из верующей семьи, но не сказать, что он там сильно религиозный, да, ну, папа с мамой верят, и он. Тоже верит. Кто знает, если бы они были неверующими, был бы ли он верующим. Вот. И когда он отправлялся в путешествие на самолете в первый раз в жизни, его, я спросил, не боишься, а если, ну, путешествовать, самолет может разбиться, он говорит, ну, я надеюсь, что он не разобьется. Я говорю, ну, в любом случае, наверное, это будет быстро, если в плане смерти. И он говорит, я бы не хотел, чтобы это произошло мгновенно. Я хотел бы, чтобы у меня было время узнать, что смерть близка. То есть он сказал, конечно же, не так сложно, но смысл был в том. То есть подросток, он хотел бы, чтобы он знал о том, что смерть, вот она близка. Меня это очень удивило, потому что обычно люди не хотят знать, когда, что смерть приближается. И когда человек идет, например, к гадалке условной, да, и когда я умру, сколько проживу, кукушку спрашивает, то же самое, да, он хотел бы, чтобы ему кукушка накуковала, а цыганка нагадала, что твоя смерть через сто лет еще и еще не скоро. То есть никто не хотел бы узнать, что она будет близко. А здесь вот как раз ответ этого ребенка меня и удивил, что он говорит, нет, я не хотел бы мгновенной и внезапной смерти. А это то как раз, о чем, то есть вот эта подготовка к кончине, к смерти, это то, о чем церковь ежедневно просит Бога. Это неоднократно, да, во время богослужения, да, когда мы просим о кончине тихой, мирной, безболезненной, непостыдной, христианской. То есть это то, к которой ты можешь подготовиться. Именно поэтому Серафим Саровский, Сергий Радонежский и множество других святых, как вы справедливо сказали, были заранее уведомлены Богом о том, что их смертный час приближается. И, конечно же, честнейший Херувимов Дева Мария тоже знала о том, что ее час перехода из этого мира в иной близок. Вот удивительно на самом деле, и сама Дева Мария, Матерь Господа нашего Иисуса Христа, она вот такое собрание парадоксов христианских, да, как поется на праздник Успения, в Рождестве девство сохранила, в Успении мира не оставила. Да, потому что она с нами. Перешла к жизни, мазь жизни. Вот трудно это, мне кажется, современному человеку понять. Нет, я думаю, что вообще здесь понимание именно зависит от того, чего человек ищет, да, в исследовании вот этого самого, самой жизни Дева Марии. И если мы говорим об обыденном сознании, то чаще всего не только среди неверующих, но и среди верующих людей совершенно нет интересных жизней праведника, к тому, как он жил, почему он верил. Ведь это самое важное, самое интересное. Почему человек верил именно так ярко, так горячо, так искренно? Как он смог достичь этого? Чудо веры — это самое главное чудо, наверное, что может произойти с православным христианином. И поэтому большинство людей не понимает не потому, что не могут понять, а потому что чаще всего не хотят задумываться о жизни праведника. Большинство людей почитают святителя Николая за то, что он помогает, а не за то, что он сделал в жизни, а не за то, что он верил искренно и горячо. Не задумывается, как он жил. И то же самое с Девой Марией, вот это собрание парадоксов, о котором вы говорите. Ведь какие-то вещи можно понять. Не все, конечно же, да, потому что есть какие-то действительно чудесно необъяснимые воздействия, присутствие Бога в нашем мире, да, как Дева Мария остается Девой и после рождения Сына Божия, как она остается с нами, хотя она перешла к границу жизни этой земной и небесной. Но это познается в опыте веры. Если человек об этом думает, если он просит разъяснения об этом, Бога ищет ответы у подвижников, у тех, кто прошел уже путем праведности, что они писали об этом, что они об этом говорили, человек находит ответы свои, свое понимание, но он находит. И оно может быть, конечно же, несовершенным, потому что если человек несовершенен, то и ответы, которые он нашел, они тоже могут быть несовершенны, но они абсолютно точно искренни. Его понимание веры, понимание вот этого чуда, присутствие Божьей Матери, да, преподобный Серафим говорил о себе очень часто смиренно, уничижительно даже, да, убогий Серафим, он говорил. И тем не менее, у него был опыт общения с Девой Марией, такой опыт, которого не было даже и у многих праведников. Ведь, как мы знаем, последняя его молитва была обращена Богу и Деве Марии именно перед иконой Божьей Матери. Он молился чаще всего именно перед иконой Божьей Матери. И у него, то есть, был личный опыт общения. Не просто просьб о помощи, да, а именно опыт общения. Не в каком-то, скажем так, эзотерическом смысле, да, когда человек, вот, я избранный и общаюсь с теми, кто в ином мире. Нет. А именно в том смысле, что душа стремится как к родному. Это опыт семьи такой, да, православной семьи. Опыт общения с близким, с тем, кем ты дорожишь всем сердцем, потому что он дорог тебе. Не потому что он тебе наделяет какой-то особенной силой, а потому что у вас замечательные, близкие, духовные и душевные отношения. И потому что помогает. Да. А вот интересно, еще бы ваше мнение услышать на такой счет, что церковь, оказывается, мы можем так сказать, что говорит о том, что человек может умереть, видимо, да, но при этом пребывать живым здесь в этом мире, да, и опыт святых нам об этом говорит, опыт Бога общения, общения с Божьей Матерью, со святыми. Сергей Радонежский уже более 500 лет пребывает в мощах, ощущаешь его жизнь, ощущаешь общение какое-то опытное. Насчет ощущения, здесь каждый все-таки, скажем так, индивидуально. И наоборот получается, что человек может, казалось бы, жить, но он мертв. Бывает такое? Бывает, конечно же, когда человек умирает. Да, вот как мы говорим, что самоубийство, то же самое, оно бывает не только в телесном смысле, а когда человек поддается тоске и отчаянию до конца, и он внешне сохраняет, как будто бы он живет, на самом деле он как бы умер уже, да, то есть человек не живет. То есть дается. Поддается именно вот этому отчаянию. Здесь очень важно, да, что человек умер не потому, что в нем прекратились жизненные процессы, а потому что в нем прекратилась внутренняя жизнь, жизнь разума, жизнь души. И, хотя душа бессмертна, но он сам себя позволил увлечь вот в это состояние, поддался тоске и унынию. Вот. Но в то же время опыт церкви свидетельствует о том, что человек может на краю буквально, да, он может быть последние годы или месяцы или недели в своей жизни поддался унынию, тоске и отчаянию, но в какое-то мгновение, краткое, или день, или час, он может возродиться, да. И это вот именно чудо воскресения. Чудо воскресения, оно бывает и в жизни тоже здесь, в жизни телесной, когда человек возрождается или от греха, от зла, но самое удивительное, это когда человек возрождается от тоски и уныния. Именно потому что уныние и тоска — это антитеза той райской радости, которую обещал Бог каждому человеку. И поэтому ад — это прежде всего мрак отчаяния, мрак уныния, да. Почему уныние называют смертным грехом наряду там с убийством, да. И поэтому если человек возрождается из вот этого вот погибельного адского состояния, это подлинное воскресение, победа, победа над смертью. И даже если человек после этого телесно умирает, духовно он жив. Вот страшные силы Господь нам дал. Мы можем так вот убить себя, да, вот умереть. Страшные, но скорее она великая. Великая. Великая сила, да. Ну, страшные в своем величии, да. Вот в наших руках получается, да, и Господь говорит, по вере вашей да будет вам. То есть вот человек прекращает жить, пребывает в унынии, и жизнь прекращается. Да. Человек, наоборот, предпринимает усилия, какие-то покаяния, усилия к Богу, такого стремления. И все может возродиться. И даже физически, да, я думаю, в вашей практике тоже были такие примерки, даже физически человек выздоровел. Ну, есть такой эпизод, который я всегда рассказываю студентам в семинаре, когда мы с ними обсуждаем практику посещения тяжело больных людей, как нужно осторожно обращаться, и как можно им и нужно помогать. Есть такой эпизод, когда в одном из храмов, где я служил, в нашей губернии, девушка пришла и сказала, что у нее папа умирает, он давно уже слабеет. Но каждый раз, хотя он крещеный и вроде бы верит в Бога, каждый раз, когда она звала к нему, папа, давай я священника позову, вот, и ты с ним поговоришь. Может быть, захочешь поисповедоваться, может быть, просто поговоришь. И причастишься, может быть. Да, вот эти вот самые важные таинства для нас. И отец каждый раз отказывался, не потому что не верил, а он не хотел объяснять, он говорил нет. Нет, или пока нет, или совсем нет, по-разному. А тут он вдруг сам, значит, когда дочка, значит, его спросила, он уже не говорил, язык не шевелился. То есть он вдруг, когда дочка спросила, папа, может все-таки позвать священника очередной раз, он ей явно не с каким-то вот, как отдать дань, ну ладно, уговорила, да, а он согласился со всей радостью, видно было, да, зови. И вот, значит, я прихожу, мы причащаем, а так как человек не шевелится языком уже, то трудно сказать, проглотил ли он причастие. Вот, и я попросил дочку спросить папу, проглотил ли он или нет. И дочка спрашивает обеспокоенная, пап, ну ты кивни, или да, или нет. И тут он вдруг, хотя он уже полтора месяца не говорил, он сказал, да проглотил я. Да, и после этого вскоре он и встал, и не только по квартире ходил, но и из дома имел силы выходить. Уважаемые телезрители, я надеюсь, что наша программа будет вам полезна для того, чтобы принять этот праздник Успения Божьей Матери как радость, для того, чтобы переосмыслить свое отношение к вопросам жизни и смерти и войти в радость Господа. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова